Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Дорогие друзья, мы рады снова приветствовать вас в прямом эфире программы «Манес де Маселе». Аллергия на сегодняшний день является бичом нашего общества и представляет собой страшную угрозу современного мира. И мы с вами, когда сталкиваемся с этой патологией, задаемся лишь одним вопросом – что делать, как победить аллергию? И вопросы на свои ответы вы сможете найти именно в нашей программе, дорогие друзья. И наши сегодняшние гости расскажут нам об этой патологии абсолютно все. У нас сегодня в гостях неотразимые высококвалифицированные специалисты, которые стоят на страже и на нашего здоровья и нашей иммунной системы. У нас сегодня в гостях Нурпийсов Таир Тимирланович, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный аллерголог Республики Казахстан, руководитель Республиканского центра аллергологии и кардиологии внутренних болезней. И Талгат Пекова Динара Жениспековна, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, высшей категории Республиканского аллергологического центра. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, аллергия действительно на сегодняшний день является такой острой проблемой, да, колючей проблемой не только касательно нашей страны, но и всего мира, да. И наши соотечественники, возможно, даже не знают, не представляют себе, что из себя представляет аллергия. Таир, расскажите, пожалуйста, нам, что такое аллергия? Ну, во-первых, добрый вечер, Серик. Спасибо большое за то, что вы дали нам шанс рассказать всем вашим телезрителям, нашим гражданам, согражданам о этой проблеме. Действительно, вы правы, проблема очень актуальная. Ну, во-первых, для всего мира. Во-вторых, для Казахстана в частности. В-третьих, для Алматы, как самого... Мегаполиса, да? Просто населенного мегаполиса Казахстана. И в-четвертых, для Августа, как самого аллергичного месяца года. Значит, ну, аллергия сама по себе, сама по себе аллергия, это еще не болезнь. Аллергия – это состояние гиперчувствительности к определенным веществам, большая часть из которых абсолютно безопасна для организма. То есть, говоря проще, иммунитет наш принимает за врагов безопасных, безопасные вещества. Пыльцу растений, бытовую пыль, шерсть животных, лекарственные препараты и тому подобные вещи. И после этого развивает полноценную иммунную аллергическую реакцию. Понимаете? Значит, после чего развиваются уже аллергические заболевания. Динара Женеспековна, расскажите нам, какие еще причины существуют вообще возникновения этой патологии? Ну, причинами аллергических реакций, как уже сказал Таратин Биланч, являются как бы вещества. Чужеродные для организма вещества. И в зависимости от того, что они в организме вызывают аллергические реакции, они называются аллергенами. У нас аллергены бывают инфекционные, неинфекционные. Неинфекционным аллергенам относятся это бытовые аллергены. То, с чем каждый ежедневно сталкивается человек – это бытовая пыль, там клейщ дерматофагоидоз, грибковые аллергены. На данный момент сейчас распространено пыльцевые аллергены, сейчас сезонный характер, который имеют. Это пыльца деревьев, слаковых растений, сорных растений. И инфекционного характера – это бактериальные аллергены и так далее. Ну, также в интернетах, везде видишь видеоролики, говорят врачи, врачи говорят, что в принципе прям такими сильно чистюлями и не стоит быть. Потому что, почему? Это связано с нашим иммунитетом или как? Да, на самом деле, я бы хотел сразу, пользуясь моментом, попытаться развеять один из главных мифов, существующих давно и очень стойких мифов, о том, что аллергия – это сниженный иммунитет. На самом деле, аллергия – это часть иммунитета. И на самом деле, чаще всего аллергия развивается у людей, у которых иммунитет не то, что не снижен, а даже, возможно, раздражен, то есть активирован. Понимаете? И чрезмерное поднятие иммунитета специальным препаратом, возможно, усиливает только аллергию, понимаете, да? Наоборот, то есть оказывает противоположный эффект. То есть этот миф, на самом деле, очень живуч. И пошел он с предыдущей теорией развития аллергии, понимаете, которая уже устарела. Нынешняя теория развития аллергии, которая самая популярна сейчас в научных кругах мировых, затрагивает, в первую очередь, санитарно-эпидемиологическую теорию, так называемую. Затрагивает наши именно механизмы развития иммунитета и становления иммунитета. Все мы рождаемся, не видя внешнего мира. То есть выходим из утроб матери, не видя внешнего мира, и для нас весь мир чужероден. И чем больше многообразия мира мы видим в первые годы жизни, тем лучше работает наш иммунитет, и тем меньше шансов на то, что ответ пойдет по аллергическому типу. Так вот, если чрезмерное ребенка оберегает от инфекции, ну, получается, если он развивается вне коллектива, то есть дома, не ходит в садик, не ходит в школу, лечится регулярно антибиотиками от любых, даже самых, скажем так, безопасных, по и без показаний, антибиотики, противовирусные препараты, противовоспалительные, то, естественно, иммунитет сражаться не с кем, ну, это популярно выражается, естественно, и, соответственно, начинает реагировать, находить врагов там, где их нет. Понимаете? Да. Соответственно, то есть в странах это подтверждается чем? Значит, естественно, у этой теории есть и противники, но на самом деле данный факт подтверждается тем, что в странах, где высокая детская смертность, высокий, естественно, отбор, чего, слава богу, наш Казахстан давно уже лишен, то есть наши дети умирают очень редко, сейчас выживают даже самые недоношенные дети, понимаете? Самые слабые, да? Самые слабые, то есть у всех есть шанс, у всех есть шанс. Так вот, странно, где этого нет, там энергии практически нет. То есть это болезнь цивилизации, болезнь развитой медицины, болезнь общества развитой медицины, болезнь общества с длинной продолжительностью жизнью. То есть, в принципе, это спутник цивилизованного общества, развитого общества, к чему мы, собственно говоря, во-первых, куда мы уже пришли и куда мы дальше будем двигаться. Ну, у нас на линии телефонный звонок, давайте послушаем его. Добрый вечер, ассаламу алейкум. Говорите, вы в прямом эфире. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Мои аллергии уже 20 лет. Да. И я вот когда уже совсем не в МАГАТУ, это уже в конце августа, в начале сентября, мне приходится делать укол диапроспан. Да, да, да. Это правильно или неправильно? Просто уже невозможно остановиться. А сколько вам лет? Мне сейчас уже 45. 45 лет, да? Вопрос ваш ясен. Спасибо большое за звонок. Очень приятно. Могу ответить? Да, конечно. Извиняюсь, вы на линии еще, да? Нет, по-моему, уже. Ну, в общем, хотел бы сказать так. Я хотел уточнить у уважаемого дозвонившегося, сколько лет он и сколько раз в год получает этот инъект у диапроспана. Печальность ситуации в том, что этот препарат в принципе, в принципе, не предназначен для лечения сезонной аллергии. Понимаете? Не предназначен для внутримышечного введения, несмотря на то, что в инструкции к нему написано «лечит аллергию». Да, он лечит. Но это гормон, гормональный препарат, пролонгированная форма, вводящаяся внутримышечная, которая всасывается несколько месяцев. Понимаете? То есть вопрос в том, что это очень один из самых серьезных препаратов гормональных на рынке Казахстана. И, естественно, учитывая то, что он гормональный, и обладает рядом побочных эффектов. При этом, естественно, он дает видимый эффект. То есть пациент жалобы проходит, состояние улучшается. Но при этом, заметьте, во-первых, пациент перестает беречься. То есть ему кажется, что он здоров, хотя это обманчивые ощущения. Он продолжает контактировать с фактором риска. Он продолжает, скажем так, не вести здоровую жизнь, не следить за своим бытом, здоровьем и тому подобными вещами, что приводит к скрытому нарастанию аллергии, которые после окончания действия этого препарата проявляются в гораздо большей степени, чем перед этим. Ну а, например, пациенты, которые пользуются этим аппаратом, они не подсаживаются на него препаратом? Да. На самом деле, именно такой наркотической зависимости, естественно, не будет. То есть это не наркотик. Но, тем не менее, вы понимаете, что это, если говоря другим языком, это идти по пути на именьше сопротивления. Понимаете? То есть постоянно купировать симптомы не теми препаратами, которые прописаны в протоколах диагностики и лечения, а самым серьезным препаратом. Понимаете? В любом случае, любой из этих препаратов с какое-то время, длительное всего действие, немножко при длительном использовании начинает снижаться, количество побольше эффектов начинает повышаться. Это уже доказано 100%, что в конечном итоге приводит к тому, что проблемы от подобного лечения перевешивают пользу. Раз. Во-вторых, симптоматика на самом деле нарастает, и после неэффективности этого препарата другие препараты уже действовать не будут. Не будут. Понимаете? Ну, я не хочу проводить никакие параллели. Но это то же самое, что вместо того, чтобы держать диету, заниматься спортом, делать каждые, не знаю, полгода липосакцию. Понимаете? То есть, примерно вот, это тоже помогает сбросить вес, выглядеть хорошо. Но, сами понимаете, каждый раз, каждая новая инъекция – это риск развития побочных эффектов. Да, да, да. У нас на линии еще телефонный звонок. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Вы в прямом эфире. Сын 4 года. Живем в городе Астане. У него аллергия, как мы поняли, на полынь и на цитрусы. Данные специалисты что могут порекомендовать? Как вот его лечить? Тоже вот обострение идет июль-август. Ну, в принципе, вопрос ясен. Спасибо вам большое за звонок. Динара Женецпековна, что делать в этот момент нашим дорогим дозвонившимся телезрителям? Ну, конечно, добрый вечер еще раз. Спасибо за вопрос. Я думаю, что данному ему нужно обратиться к специалисту-каллергологу. Да. Правильно проконсультироваться. Пройти диагностику. Это самое первое, да? Да, первое, конечно. И на полынь аллергия, скорее всего, сезонного характера. Проявляется, может быть, ринитом, я не знаю. Но на данный момент, конечно, он должен получить определенную симптоматическую терапию, которая бы облегчала состояние ребенка. И так как ребенку всего 4 года, в таком возрасте, конечно, аллергия специфическая иммунотерапия не проводится. С 5 лет? Да, с 5 лет она проводится. Но, думаю, все равно нужно проводить меры профилактики. Первичной и вторичной профилактики. Да, конечно, добавьте. Уважаемый папа, на самом деле у нас в Астане есть аллергологический центр городской. Обратитесь туда. Во-первых, получите лечение необходимое прямо сейчас, лечение обострения. Во-вторых, вам по результатам диагностики распишут прогноз на ближайшие 3-4 месяца. Если действительно подтвердится, что аллергия только на цитрусовые и только на полынь, это одно из самых, скажем так, благоприятных форм аллергии. А цитрусовых диету можно держать и, в принципе, скажем так, не теряя никаких калорийностей, не в разнообразии еды, а полынь – это самый главный казахский аллерген, скажем так. У нас очень много видов полыни, около больше 20 видов полыни, на самом деле, в Казахстане. Мы самый рекордсмен по этому показателю в мире. Но, к счастью, против полыни и у нас, и за рубежом разработаны хорошие методы лечения, которые позволят радикально уничтожить аллергию на полынь. Но, как вот Генераль Женезбековна сказала, этот метод лечения разрешен только с 5-6-летнего возраста. Препараты в Казахстане все для лечения есть, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к аллергологам. До достижения этого возраста необходимо сезонное лечение, профилактика. И, на самом деле, как показывает практика и статистика, больше половины детей аллергию перерастают. То есть, дети в два раза чаще болеют, ну, примерно, чем взрослые. То есть, чем больше вы сейчас обеспечите профилактику, тем больше будет шанс того, что ребенок перерастет аллергию и не заберет ее с собой во взрослое состояние, скажем так, во взрослую жизнь вместе с собой. Понимаете? Я уже не говорю о развитии осложнений каких-то там и других проблем. Дорогие телезрители, звоните к нам в прямой эфир. Сегодня тема действительно острая. Острая проблема и насущная на сегодняшний день. По номеру 313-18-24, 313-18-25. Наши дорогие гости постараются ответить на все ваши телефонные звонки. А у нас на линии телефонный звонок. Добрый вечер. Саламу алейкум. Добрый вечер. Вечер добрый. Я бы хотела узнать, что можете порекомендовать беременному. Как вообще спасаться от аллергии? И что, какие анализы, что-то нужно делать или нет? Сейчас вот не знаем, что принимать. А какой срок у вас? Аллергический или нет? Срок, какой срок беременности? Срок беременности сколько у вас? 23 недели уже. 23 недели, да? Так, у нас на линии второй звонок. Давайте его выслушаем и ответим на два вопроса телефонных. Да, говорите, ассаламу алейкум. Добрый вечер. Да, 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 говорите. Мы вас слышим, слушаем внимательно. В 15 лет, скажем, кстати, в аллергии. И вот у меня еще кожа дермакет. Церна, если это, это с аллергии. Церна, если это с аллергии. У меня не проходит этот кожа вот. Кожа дермакет. Так, что еще вас беспокоит? Значит, последний, наверное, недоговорил, как вылечить, да, это все? Так, давайте теперь разделим, кто на какие вопросы будет отвечать. Ну, давайте я начну с беременных. Да. Да, как мужчина. Динар Женцбековна, да, ответить на вопрос про дерматит. Беременность наше время, на самом деле, сейчас это большой вопрос для Казахстана. Количество родов, количество беременности резко увеличилось. Демографическая политика нашего президента на самом деле дает свои плоды. И наше правительство. И, по большому счету, только вот, я смотрел статистику за 15-й год, больше 350 тысяч родов по Казахстану. Это огромное количество. Понимаете, что среди них, естественно, есть и аллергики. И во время беременности аллергия часто обостряется. Поэтому этот вопрос очень непраздный. И огромное значение имеет. Главная проблема в том, что, к сожалению, в первом триместре большинство препаратов противопоказано. Понимаете? То есть, в первом триместре, это ответ на вопрос девушки, спасаться надо, в первую очередь, не медикаментозными методами. То есть, избегать контактов с аллергенами. Здоровый образ жизни. Естественно, если беременность планируемая, как мы рекомендуем всем нашим пациентам, соответственно, предварительное обследование и предварительное лечение всех обострений аллергических заболеваний. В случае, конечно, если развилась, необходима диагностика во время беременности. У девушки срок уже перешел во вторую триместр. Во втором триместре разрешены целый ряд препаратов. Я не хочу сейчас рекламировать конкретные наименования. Но в основном мы применяем топические препараты, которые назначаются именно в нос. То есть, всасываются очень минимально и, соответственно, не вредят беременности ребенку. При этом, как доказано международными исследованиями, пользуют эти препараты гораздо больше потенциального вреда. И тем более, риск от нелеченной аллергии гораздо выше, чем потенциальный вред от препаратов. То есть, в принципе, как показывают исследования, лечиться надо. Скрытый недостаток кислорода – это очень губителен для ребенка. Но ограничивается это тем, что, к сожалению, исследования на беременных во всем мире запрещены. Поэтому мы тоже… Все новые препараты, которые появляются на рынке, у них обычно в инструкции пишется с осторожностью при беременности либо вообще противопоказом при беременности. Поэтому тут все решается при конкретной клинической ситуации на консультации аллерголога и леча врача в комплексе с, естественно, с акушер-гинекологами и другими специалистами. Ну, такой тоже важный вопрос истекает с того, что вы говорили. Ну, я обязательно его задам вам, просто у нас на линии два звонка, мы должны ответить на второй. Динара Женеспековна, что делать женщине с кожным дерматитом? В первую очередь, конечно, ей нужно обратиться к специалисту, проконсультироваться. Если все-таки предварительно, предположим, что у нее атопический дерматит, причины надо выяснять, проводить и аллергодиагностику, конечно, она может обратиться в аллергологический центр и полноценно пройти аллергодиагностику, может быть, по крови, так как я поняла, что она уже лет 15 страдает. Поэтому это, конечно, хронический процесс, но облегчить состояние ее можно, выяснив причиннозначим. Это могут быть пищевые аллергены, бытовые, как мы уже говорили, грибковые. Это могут быть какие-то проблемы у нее, может, желудочно-кишечного тракта. То есть, естественно, посоветовать хочется и правильное обследование. Ну и дальнейшее лечение – это обычно кожный процесс, он хронический, поэтому он требует постоянного ухода. Это увлажнение кожи, применение гипоаллергенных средств, эмолиентов. И при обострении – это атопические кожные кортикостероиды. То есть, это хронический процесс? Ну, это процесс хронический. Он не проходит, получается? Нет, ну, состояние ремиссии можно, конечно. Есть пациенты, у которых, к сожалению, достигнут ремиссии, очень полная ремиссия, очень сложно. К тому же кожа имеет свою инерцию, понимаете. Чем дольше существует процесс, тем труднее с ним разобраться, скажем так, радикально. Но на самом деле, конечно, дерматит, дерматит, розень. Все решает именно генез аллергии, генез процесса. Да, у нас на линии два целых телефонных звонка. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Задавайте свой вопрос. Задавайте свой вопрос. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Пусть там вас, ваше дать вам. Спасибо большое. Здорово. Мне так было, что мне постоянно, от 4 часа у меня наложен нос. Ну и вот сейчас мы слышим, да, гнусавец. Вот это, что делать. Что ты этим делаешь, продолжать жизнь? Сколько по продолжительности, вообще сколько лет вы страдаете аллергией? И возраст желательно. И возраст, сколько вам лет? Сколько вам лет? Мне 33. Ага, сколько лет вы уже именно вот болеете, страдаете этим недугом? Ну более, более 10 лет лет. Более 10 лет, серьезно. Ну вот опять же, это стандартная картина для аллергического ринита. Начинается в молодом возрасте. Начинается с сезонного, то есть вот только август, например. Через какое-то время переходит на круглогодичный. Сезон распространяется с весны до осени, а потом переходит на круглогодичный. И если до этого симптомы купируются быстро, то есть появились, пропали, то после этого практически беспокоит человека круглые сутки. Понимаете? Это серьезно снижает качество жизни. Опять же, ну, скажем так, люди любят статистику. Как показывает сейчас нынешнее исследование, в самых развитых странах потери труда дней и дней учебы от аллергического ринита превышает таки от гриппа. Понимаете? То есть люди... Мы теряем трудовые ресурсы благодаря этому. Самые активные причем, извините, за 24 лет получается, до 33 человек страдает от аллергического ринита, который постепенно усиливается. Он же полностью на общее благосостояние влияет человека. На его... Вообще, скажем так, на его даже карьерной перспективы. Вы понимаете, что человек, который болеет, с виду. А аллергики, они сразу видны на расстоянии, особенно для профессионалов. Красный нос, красный глаз. Да, да. Отсутствие внимания. Дети вот жалуются часто на то, что снижение способности к обучению, запоминание информации, понимаете, и тому подобных вещей. Значит, данному нашему пациенту рекомендую, во-первых, перестать думать, что аллергический ринит – это что-то такое легкое, которое само по себе пройдет, если уже протекает в течение 10 лет, уже явно само не пройдет. Это раз. Во-вторых, есть современные методы борьбы, причем абсолютно безопасные для общего здоровья, именно которые позволят вылечить аллергический ринит. Это назальный спрей. Заметьте, не те, которые открывают нос, то есть декангистанты, то есть не наши любимые советские нафтезины, это галазолины, это оксиметазолины и тому подобное, ксилометазолины. То есть это не они. Они используются дней 5 максимум. А есть препараты, которые можно применять неделями, месяцами в зависимости от тяжести аллергического ринита. Они содержат небольшие дозы гормонов. Дозы гормонов настолько микроскопические, то есть там в одной дозе где-то около 50 миллионных долей грамма. Понимаете? При этом из них всасывается не более 5%, 2-3% в зависимости от ситуации. Понимаете? То есть системная действие, то есть на весь организм, настолько микроскопическая, что никак не проявляется даже у детей. Я уж не говорю про взрослых. При этом эти препараты являются истинно лечебными. Снимают все симптомы, включая заложность носа, насморк, чихание, зуд, глаз. То есть препарат назальный, то есть нос. При этом снимают даже всю симптоматику вокруг. То есть зуд ушей заложат с ушей, зуд глаз, першение. И являясь профилактикой развития бронхиальной астмы и других заболеваний нижних. Отлично. У нас второй телефонный звонок, мы о нем совсем забыли. Извиняемся. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Уже мне 50 лет. Я 4 года страдаю от аллергии. Как говорится в предыдущем, больной тоже нос заложится и чихают часто, и глаза чистят. И вот 4 года я уже 2 раза анализовал. Я из Чмикенка. На Денинский центр. Мне сказали, что полыны на полын общий дали. Вот 4 года я каждый месяц, весной уже, я хожу с аллергологом, они мне дают такие-таки таблетки, уколы. Я принимаю, хожу. Ну, все равно продолжается, все равно болею. Каждый год болею. У меня вот буквально 4 дня назад был у аллерголога на платной основе, и мне сказали, что делайте уколы. 21 деньга вот надо с ноября, 15 ноября, чтобы приходить. Ну, как это? Делайте уколы. 21 день, чтобы лечить, что я. Правильно ли это, я должен лечиться 21 день, уколы принимать. После 15 ноября, говорят, приходите. Как вакцинация. Вакцинация, сказали. Вакцинация. Мне надо делать, говорит. А так уже не пойдет, говорит. Я сколько-то? Уже 4 года болею. Ну, все, в принципе, вопрос ясен. Динар Женспеканова, пожалуйста. Понятно, да, пациент обратился с аллергическим динитом сезоном, да? Скорее всего, речь идет о аллергеноспецифической иммунотерапии, которая показана таким пациентам. В стадии, когда, в стадии ремиссии, или тот момент, когда он не болеет. То есть, такой метод существует. Он, как бы, и у нас в Казахстане есть, в России, во всем мире. Как бы, он приемлем. И, возможно, этот метод ему посоветовали. Ну, есть разные методы. Есть пероральный метод, когда пациент может дома в таблетированной форме принимать под наблюдением врача. Есть инъекционный метод, но там есть своя схема. Есть, конечно, свои показания и противопоказания. Если врач проконсультировал, посчитал нужным, выявил причиннозначимый аллерген, значит, возможно, ему такая терапия на данный момент необходимо провести. У нас сейчас на линии телефонный звонок. Затем мы чуть-чуть продолжим и ответим на вопрос. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Саламатсыз alrededor. Саламатсыз-бе. Меня тырақу и эргенеды. Я-я, кой беру. 5-х годы, аллерген мен тыра дырай? Я. Я-я. 5-х годы, майякулынан, айтеку, кисы жат кетпейді. М-хм. Кисы жат кетпейді. Я. 10-х годы кетпейді. 5-х годы, ассалам. Я-я, каланализы, калантмы. Я-я. Я, я. Все, вопрос понятен. Ну, в принципе, возможно, может какая-то другая патология. У нас на линии еще телефонный звонок. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Ну, вот, пожалуйста. Вот эти последние два звонка практически идентичные случаи. Я хотел бы добавить комментарий к предыдущему, к тому звонку из Чемкента тоже. По поводу вот этой вакцинации от аллергии, которая приписана зимой. На самом деле это называется аллергеноспецифическая иммунотерапия. Это считается одним из единственных методов радикального лечения аллергии. Метод отличный. Есть инъекционный, то есть в виде уколов. Есть в виде подъязычных капель. Есть в виде таблеток. Методы разные. Эффективность против разных аллергенов. Разный метод выбора. Ну, в смысле, эффективность этих методов зависит от вида аллергена. Опять же препараты. Есть препараты казахстанского производства, есть препараты европейского. Например, в нашем центре эти годы апробировался активно казахстанский препарат и, в принципе, показал неплохие результаты. Всем пациентам, которые сегодня дозвонились, ну и вообще всем слушателям, всем зрителям, я хотел бы сказать, что в нашей стране существует система уровневая здравоохранения. То есть если вам не могут помочь на вашем месту жительства, ну, лечитесь один год, второй год. Вот эффекты видимого не видите. То вы всегда можете обратиться в республиканское учреждение, то есть в город Алматы или в Астану. То есть в частности в наш республиканский аллергоцентр. Мы принимаем всех пациентов с любого уголка Казахстана. Порталы существуют, пожалуйста. Не порталы, почему? Единственное направление по одному документу. Направление с места жительства, заполненное по форме, без каких-то либо оплаты, по записи, абсолютно бесплатно. Все основные услуги, включая консультацию даже доктора наук, будут бесплатно. То есть как бесплатно это для пациента, естественно, наше государство берет бремя это на себя. То есть в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Сейчас мы уже готовы к переходу на страховую медицину. Восемнадцатый год, да? Да. То есть в принципе аллергология одна из тех дисциплин, как раз, которая, скажем, с радостью воспринимает все инновации. И по большому счету мы ожидаем от перехода на страховую медицину, наоборот, большего порядка и больше доступности всей нашей помощи для наших пациентов. Дорогие телезрители, да, сейчас мы ответим на вопросы. По поводу дерматита, я думаю, не надо жить веком. Да, обязательно. По своим пациентам, да, которые позвонили, хотелось бы на самом деле посоветовать обратиться в наш аллергоцентр. Возможно, надо будет им провести полноценную аллергодиагностику, выявить причинный фактор, пищевая-то аллергия или другая какая-либо. То есть им нужно нормально обследоваться, чтобы все-таки выяснить, на что у них реакция, и затем уже пройти нормальное лечение. Ну, у них аналогичные, да? Да, у них похожие случаи, конечно. Сейчас сложно сказать, надо видеть эту сыпь. Она может быть, это может быть дерматит, это может быть крапивница. Поэтому тут нужно как бы дифференцировать. Да, и могут быть другие какие-то дерматиты. При входящих факторах другие могут быть. Паразиты, инфекции, гормональный дебаланс, печень, почки, что угодно. Все влияет. Кожа – это зеркало организма, здоровья. Дорогие друзья, действительно, просто не ленитесь. Если вы вышли в отпуск, если вы живете не в Алматы, пожалуйста, приезжайте к нам, приезжайте в НИИ кардиологии внутренних болезней. Вот они, специалисты перед вами. Они постараются ответить на все ваши вопросы, повторяюсь. И, конечно же, написать рекомендации, лечение правильное назначить. А у нас на линии телефонный звонок. Мы сейчас его выслушаем вместе с вами. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Салям, ам, тызарма. Хайру кеш? Салям, я тебе. Хайру кеш? Салям, я тебе. 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 Давай сейчас ответим. Да, как будто у нас, как в Соединенных Штатах есть восточное побережье, да, западное побережье. Сейчас у нас Южный Казахстан на линии. На самом деле, наверное, объясняется просто. Самый густонаселенный у нас Южный Казахстан. Да. И самый аллергичный у нас Южный Казахстан. То есть, обилие растений. В августе самый сезон у нас. В Астане сезон чуть-чуть отсрочен. Где-то на полмесяца, месяц. То есть, ну, наверное, звонки с Астаны придут, наверное, чуть попозже. Это шутка. На самом деле, конечно, я бы хотел сказать, что вопросы, по большому счету, когда же вы не специалист серик, можете, даже вы видите, что вопросы в принципе, в принципе, ну, немножко похожи. Да, да, да. Все пациенты говорят, что лечатся годами, лечатся годами, и не получают какого-то эффекта, с годами ситуация ухудшается, ухудшается, никакой долгосрочный результат не получает. Но при этом, заметьте, препараты называют, которые для лечения только обострение я. То есть, я предлагаю, призываю всех наших сограждан, врачей, терапевтов, педиатров, мам, пап, лечить детей, родителей, да, в отношении того, что нельзя расценить аллергию как что-то одноразовое. Понимаете, это не грипп, который вот 7 дней, и все. То есть, аллергия-то всегда, люби аллергические заболевания, а не обычные хронические. То есть, лечить их надо не только, когда совсем прижмет, а именно по рекомендациям врача. Это первое. Второе. Такие препараты, типа, как вот перечислила Динаф, в частности, телезрительница, как я уже сказал, относятся к группе декангестантов. То есть, они просто суживают сосуды. Используются больше 5-7 дней подряд. Противопоказано. После этого надо переходить на другие препараты, в том числе, я сказал, стероид содержащий. Опять же, вот прозвучал препарат Амис. Ну, в принципе, довольно давно на рынке. Один из неплохих препаратов европейской фирмы. Есть у него, конечно, и более дешевые аналоги других фирм, очень достойные. Но, в принципе, препарат хорошо себя зарекомендовал именно для лечения. Но, опять же, он не предназначен для, чтобы открывать нос прямо сейчас. Он предназначен для лечения длительно. В течение нескольких недель, а может быть, даже месяцев. В зависимости от тяжести. И действует понемножку, но зато действует эффективно надолго. Надолго. Понимаете? Ну, естественно, я призываю не забывать о других моментах. Еще раз подчеркну. Профилактика и возможность проведения аллергеноспецифической иммунотерапии, которой долгие годы у нас в Казахстане не было. Вот последние три года хорошо, благодаря в том числе и нашему центру, и Министерству здравоохранения, и другим аллергологам из других регионов. Кстати, в Чемкенте есть свой аллергоцентр, есть и бесплатный аллергоцентр, в смысле бюджетный. Есть и несколько платных, очень приличных аллергоцентров. Поэтому доступность аллергологической помощи в последнее время растет. Поэтому я призываю еще раз наших телезрителей, сограждан ответственно относиться к своему заболеванию. И опять же, лечиться не только тогда будет самое сильное обострение, а пойти на консультацию к аллергологу, в том числе и когда хорошо, чтобы было с чем сравнить. Вот факторы риска существуют, да, есть. Перечислите их, пожалуйста, чтобы мы все вот знали. Возможно, если почувствовали какое-то вот начало, и мы раз себе, ага, значит... Вы имеете в виду факторы риска для больного аллергически? Да, нет, да, да, конечно. Ну, это осложнение, это, конечно, бронхиальная астма, да, одно из таких вот осложнений, когда мы больным все-таки больным рекомендуем пройти лечение по типу вот профилактики основной, это аллергоспецифическая иммунотерапия, она является основным как бы методом профилактики бронхиальной астмы и других осложнений, таких как, ну, пищевая аллергия в дальнейшем, да, перекрестные пищево-аллергические реакции могут быть у пациентов. Ну, и также, какие еще факторы? У пациентов в дальнейшем может, конечно, как снежный ком нарастать, аллергические реакции, могут быть по типу тяжелых, таких как анафилактический шок, да, аллергические реакции на другие виды аллергенов, такие как, ну, лекарственные аллергены, допустим, инсектная аллергия может быть. Ну, то есть, поэтому, естественно, когда пациенты говорят об аллергическом рените, это, ну, наверное, надо идти к специалисту, получать хорошую консультацию и в дальнейшем правильно лечиться. Комментарий к этому тоже, вот, спасибо, Динара Жизбекова. На самом деле, основные осложнения и тяжелые аллергии, чем заканчивается, скажем так, аллергия, Динара Жизбека описала. Я бы хотел сказать для тех, у кого только вопрос стоит, аллергия у них или нет. Да. На самом деле, таких пациентов гораздо больше. Да. Которые, хоть что-то их беспокоит, они лечатся безуспешно от частых простуд, от частых бронхитов, от каких-то кожных высыпаний, от чувства нехватки воздуха и других симптоматик, которые, по большому счету, смутны, и четкого диагноза у них нет. Так вот, я хотел бы опять обратиться ко всем телезрителям и сказать, что с учетом того, что сейчас аллергические заболевания поражают, ну, около 30% нашего населения. То есть, это очень часто. То есть, начинать думать надо не с того, что у вас какие-то, извиняюсь за выражение, паразиты. Понимаете? Которые, да, встречаются, но гораздо реже. Понимаете? Намного реже. Думать надо начинать с частых заболеваний, то есть, именно с аллергией. То есть, сначала надо исключить аллергию. Если это не аллергию, такое тоже бывает, что с виду аллергия, на самом деле аллергия не выявляется. Тогда уже переходить к более редким каким-то причинам, то есть, выявлять более редкие причины, которых масса на самом деле. Поэтому, по большому счету, консультация аллерголога должна быть одна из первых в череде специалистов. А не последняя, как, к сожалению, бывает очень часто. Особенно по региону. То есть, вначале прошли всех других специалистов. А в конце пришли к аллергологу. И выяснилось, что оказывается два года лечится не от того. Ну, один из важных аспектов вообще предупрежен, значит вооружен, да? Конечно. Теперь, какие вот профилактические мероприятия существуют? И вообще рекомендации, ваши советы и рекомендации, да? Давайте начнем с вас. Ну, первое, конечно, это гипоаллергенный быт, как мы говорим, да? Это, как бы, ну, диета, которая ограничивает какие-то аллергенные продукты, правильное питание, здоровый образ жизни, то есть для превентивной, да? Как превентивной профилактики аллергии. Это здоровые родители, то есть в первую очередь мы всегда говорим, что правильное ведение беременности, да? Во время беременности, чтобы не принимали какие-то лекарственные препараты, антибиотикотерапию. Затем при рождении ребенка это правильное питание, да? То есть, может быть, грудное скармливание до двух лет сейчас как рекомендуют, то есть, чтобы не вводили уже заранее какие-то аллергенные продукты. Также, ну, вот, у кого есть предрасположенность к аллергии, скажем, мы бы им не рекомендовали заводить там домашних животных, да, кошек, собак, там, птичек и так далее. Это на заметку, дорогие телезрители. Да, хотел бы добавить пару вопросов. Обязательно, обязательно. Ну, с учетом того, что во всем мире аллергии страдает все большее количество людей, шансов нашего общества полностью избавиться от этой проблемы, ну, практически нулевые, надо признать это. Но избавиться от бремени аллергии, то есть, от инвалидности из аллергии, от госпитализации из аллергии, от выраженных, скажем так, в государственных масштабах трат на аллергологию и на аллергиков. Да. И самое главное, на осложнение во время беременности, родов, понимаете, аллергических. От этого, как показывает опыт европейских стран, избавиться вполне можно при своевременном лечении. Все мероприятия у нас в стране имеются. И проводятся. И проводятся. Я бы хотел еще раз призвать наших телезрителей к тому, чтобы вот этот так называемый западный образ жизни на самом деле и приводит к усилению аллергии, понимаете, и аллергологические, ну, скажем так, эпидемии, аллергические эпидемии в нашей стране. Это фастфуд, понимаете, да, это обилие разных консервантов в еде, понимаете, это бытовая химия, использование бесконтрольной бытовой химии. Сейчас бытовой химии очень много, понимаете, различные полироли, моющие средства и тому подобное. Капни, она вся пенится. Конечно, конечно. То есть, естественно, от этого никуда не деться. Наука идет, техника идет, и химия идет симпильными шагами. Но вопрос в том, что есть какие-то разумные рамки для всех этих мероприятий. Я уверен, что скоро наша страна озаботится вопросами безопасности питания и генетически-медицированных продуктов. То есть, наше благосостояние в конечном итоге, то есть, наш рост развитого государства, в конечном итоге, приведет нас к этому. То есть, к вопросам безопасности питания, еды, воды, очень важный вопрос. И потребление лекарственных средств. О чем Динара Жизбековна уже говорила. Ну, как раз таки... Самолечение – это зло, да. Зло, бесперебойное употребление всяких непонятных лекарств, да, может привести к плачевым ситуациям. Стопольное безназначение специалистов. Как показывает практика, да, 75%. Три четверти всех лекарств на аллергии или на лекарства реакции – это препараты, которые по большому счету вообще показаны не были. То есть, в принципе, принимались либо просто так, либо назначены были неправильно, либо назначены были фармацевтами в аптеке, то есть, которые не имеют права назначать какое-либо лечение. Понимаете? То есть, это казахстанская и мировая, и в том числе и российская статистика печальная. И на самом деле, знаете, у нас современных препаратов много, и, как вы видите, люди наши лечатся. Любят лечиться. Надо сделать так, чтобы они лечились именно тем, именно у того специалиста, кого должен. Это вот, собственно говоря, и забота нашего республиканского аллергоцентра, популяризация. И спасибо вам. Серик вот за сегодняшний вечер на самом деле очень продуктивный, такие вопросы интересные. И, как видите, вызвало интерес аудитории. Ну да, конечно. Мы всегда открыты к общению. Да. И мы очень рады видеть вас. Приходите к нам, у нас еще впереди будет столько программ, потому что мы живем, и с нами рядом сосуществуют. Существуют, живут, он всячески, всяко много, всяких, многих паразитов, в общем, хватает, да. Поэтому большое спасибо, что вы уделили свое внимание, время нам и пришли, были гостями нашей студии. Но, к сожалению, да, 50 минут, час нашего прямого эфира подошло к своему логическому завершению. Поэтому, дорогие телезрители, в конце, в заключении нашего прямого эфира программы, хотелось бы напомнить вам, дорогие друзья. Если вы почувствовали у своего ребенка, у себя какие-то вышеперечисленные врачами симптомы, обязательно сразу бейте тревогу и обращайтесь к квалифицированным специалистам. То есть, сейчас мы живем, слава богу, слава Аллаху, живем в такое время, что если даже у вас нет финансовых каких-то материальных средств, вы можете это сделать абсолютно бесплатно. Главное, главное, вовремя обращаться к специалистам. С вами была программа Магазды Масиле. До скорых встреч. Мы с вами еще увидимся. Ассаламу алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин